Система городского велопроката Capital Bike Share появилась в Вашингтоне сравнительно недавно, в 2010 году, и быстро облила популярность среди горожан и туристов. Теперь же станции с припаркованными велосипедами кажутся чем-то доисторическим. За последние несколько месяцев, как грибы, после дождя по всему городу стали появляться сотни разноцветных велосипедов. Эти сетибайки не привязаны к конкретным стоянкам. Их можно легко найти, где удобно с помощью приложения смартфоне, а также оставить в любом месте по окончанию поездки. А самое главное, стоит такое удовольствие от одного до двух долларов за час. Это очень удобно и недорого. Я часто пользуюсь такими велосипедами, особенно если возникают проблемы с автобусами или метро. Пару месяцев назад компанию, а вернее конкуренцию сетибайкам, стали составлять электрические самокаты. Они также позволяют быстро передвигаться по городу, и при этом никаких физических усилий прикладывать не приходится. В 2017 году жители США совершили 35 миллионов поездок, используя байкшеринг. Это на 25% больше, чем годом ранее. Быстро растущая популярность городского велопроката стала привлекать внимание технологических гигантов. Например, таких, как компания Uber, которая недавно приобрела стартап Jump, и теперь помимо услуг такси предлагает некоторых городах США и велосипеды. Приложение Jump отличается от своих конкурентов тем, что предлагает горожанам велосипеды с электрическим приводом. Такие пауэрбайки можно открыть с помощью пин-кода, и они способны разгоняться до 30 км в час. Доцент кафедры градостроительства и планирования Политехнического университета Вирджинии Ральф Боллер считает, что все эти инновации идут на пользу не только горожанам, но и местным властям. Городу выгодна такая система, потому что, во-первых, она дешевле системы велосипедов со станциями, во-вторых, она более мобильна, потому что покрывает почти весь город. При планировании станции нужно следовать определенной логике. Они должны устанавливаться недалеко друг от друга, потому что может возникнуть ситуация, когда на станции нет велосипедов, или, напротив, нет свободного места, и велосипедисту приходится искать другую. На субсидирование станционной системы велопроката городские власти выделяют 1 миллион 600 тысяч долларов в год. Новые стартапы никак не финансируются, однако и пошлина за их работу в Вашингтоне также пока не взимается. Для нас это возможность предоставить горожанам дополнительный выбор в плане передвижения. Но, как в любой бочке меда, есть в новой системе ложка дегтя, а точнее несколько. Вандализм, кражи. Компания Spin, к примеру, сообщает, что за последние 5 месяцев ее велосипеды угоняли более 120 раз. Безопасность пешеходов. Некоторые умудряются оставлять велосипеды в самых неподходящих местах. Или просто ездят по тротуарам. А также несбалансированной системы. Утром велосипедов много в спальных районах, а днем в центре города, куда большинство приезжает на работу. Впрочем, та же проблема есть и у станционной системы. Все новые стартапы работают в Вашингтоне в рамках демонстрационного периода, который заканчивается в конце лета. На данном этапе городские власти занимаются изучением работы новой системы. Компании должны предоставлять нам данные. Нас не интересуют личные данные пользователей. Мы должны понять, как система функционирует. Мы собираем информацию о совершенных поездках, о сбоях системы, о происшествиях, о случаях неправильной парковки. То есть мы работаем над тем, чтобы дать объективную оценку программе и разработать правильный подход в дальнейшем. Всего в Вашингтоне работают 5 компаний, предлагающих байкшеринг. Каждый из них может иметь в городе до 400 велосипедов. Решение о том, увеличить или сократить это количество, властям американской столицы предстоит принять уже скоро. Максим Москальков, Сергей Соколов. Настоящее время Америка. Вашингтон.